Добрый вечер в прямом эфире программы Телемикс Новости в студии Екатерина Рехтина. Смотрите сегодня выпуски. Вывоз мусора жители частного сектора проверили. Куда мусор вывозите? С этим вопросом административная комиссия совместно с участковым прошла по частному сектору улицы Краснознаменной. У жителей проверили наличие договоров на вывоз твердых бытовых отходов. Какие нарушения специалисты зафиксировали на месте, расскажем далее. Борьба за чистоту постоянно идет в частном секторе по Краснознаменной. Административная комиссия регулярно проверяет наличие у жителей договоров на вывоз мусора. Не раз уссурийцы были замечены за незаконными действиями. У наших жителей, которые проживают здесь, по этой улице, система организована. Выставлять все свои отходы бытовые в мешках, на газоны и на дорогу. Жидкие бытовые отходы просто выливаем в ведрах, в решетки, то есть в лимниевую канализацию. Дом по Краснознаменной 26 – пример для подражания. Хозяева подключили соседей, оборудовали контейнер, оформили документы на вывоз бытовых отходов и по мере необходимости вызывают машину для очистки емкости. Говорят, суммы небольшие, зато во дворе чисто. Добропорядочных жителей большинство, но есть и те, кто игнорирует правила и сгружает свой мусор на обочину дороги или на берег реки. С таких свалок специалисты за год вывезли почти 4000 кубов отходов. Внимание комиссии привлек бокс по ремонту автомобилей, а точнее машина с мусором рядом. Как хозяин планирует избавиться от содержимого багажника, выяснить не удалось. Пояснить мастера, которые производят ремонтные работы, ничего не могли. Значит, мы пригласим к себе должностное ответственное лицо, которое непосредственно отвечает за этот вид деятельности и стребуем документы, куда все-таки вывозятся эти отходы после производства ремонтных работ. Если владелец не сможет предоставить документов, его ждет штраф. Для юридических лиц наказание составляет от 50 до 80 тысяч рублей. На должностное лицо от 5 до 10. Житель дома за свой проступок заплатит от 1 до 3 тысяч рублей. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Я, мам, во дворе. На въезде к территории дома Подзержинского, 58, образовался обвал. Люди взволнованы, ответов на сигналы нет, а случиться может страшное. Пока же без жертв происшествий. За помощью жители обратились к нам в редакцию. Кто должен устранить проблему, разбиралась наша съемочная группа. Опасная прогулка во дворе многоквартирного дома. Прямо посреди дороги образовалась огромная яма. Жители Подзержинского, 58, рассказали, что началось все еще в апреле. Сначала появилась небольшая дыра, которая потом стала расти. Люди писали письма в различные инстанции. Пришел ответ. Сообщение зарегистрировано. Вы в очереди 2280-е. Ждать возможности нет. Здесь проходное место. Здесь не один детский садик. А у нас 6-й садик, 8-й садик. У нас школа 22-я. Дорога до школы до 22-й. Дорога до школы до 16-й. До 29-й. Дети все ходят в школу. Конечно. Площадка большая, игровая. Очень много детей у нас во дворе гуляют. Самому дому более 30 лет. Жильцы говорят, что за состоянием здания и самой территории следили всегда. Но здесь образовалась дыра на месте ливневой канализации. Диаметр бетонной трубы 2 метра. Яма стала ей почти вровень. Мы старались все это делать. Сначала там ставили этот баллон большой. Он уже провалился успешно. Но вот до последнего уже терпели, пока уже, как говорится, не решили обратиться к вам. Основная проблема заключается в том, что ответственные структуры не могли выяснить, кому принадлежит этот участок. В итоге прояснилось, дыра бесхозная. Но задача по ремонту легла на плечи службы единого заказчика-застройщика. Совпадение или случайность, но в день съемки на место прибыла подрядная организация. Мастера оградили яму и начали работы. Специалисты пояснили, подобной работы по городу много. Здесь придется менять бетонное кольцо. Возможно, появятся и другие дела. Закончить ремонт обещают уже к следующей неделе. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс. Погода в Уссурийске на этой неделе будет переменчивой. Синоптики обещают ясное небо, потом усиление ветра и небольшой снег. В начале недели погоду в Приморье определит область высокого давления. Будет солнечно и без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до минус 4 градусов, а днем поднимутся всего до плюс 5. В ночь с четверга на пятницу через Приморский край пройдет малоактивный, но холодный фронт, который принесет понижение температур, облачность и небольшой снег. Такая погода продержится до выходных. В субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 3 градусов. Профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел. В зале «Горизонта» собрались лучшие служащие, ветераны, а также те, кто дает знания будущим полицейским преподавателям Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел. Россия с раздуши и пламя, Россия, мы живем тобой. У полиции нет праздников и выходных. Свой профессиональный день люди в погонах встречают на работе. И днем, и ночью охраняют спокойствие и безопасность мирных граждан. В зале молодежного центра «Горизонт» преподаватели юридического института Министерства внутренних дел, ветераны, сотрудники личного состава МВД Уссурийска линейного отдела. Я могу уверенность и сказать, что сегодня мы с вами, если на уровне края выглядим, по результатам работы не хуже других, если взять два слова, по среди городов мы идем по критерам царя деятельности первого, а среди краевого из 25 гур районов мы занимаем 9 место. Ежедневная борьба с нарушителями правопорядка, ежедневный риск. Труд полиции порой незаметен, но сложно представить, что было бы без ее сотрудников. За служебные заслуги лучшим вручили благодарности и ценные подарки. По результатам вашей работы люди судят о способности власти защищать их интересы, свободы и законность. Вам приходится работать в непростых условиях, но вы находите в себе мужество, сохраняете душевные силы, готовы с любую минуту прикидываться тем, кто нуждается в защите. Когда что-то случается, сотрудники полиции являются первыми лицами, которые могут помочь в сложной ситуации. Поэтому для меня это честь служить в органах внутренних дел. В том числе, это немножечко традиция, потому как я пошла по стопам своего отца. Память погибших при исполнении служебного долга почтили минутой молчания. Герои навечно зачислены в списке личного состава своих служб. Служащие Министерства внутренних дел – люди мужественных профессий. Среди тех, кто в зале, сотрудники, на чьи плечи легло выполнение самых сложных заданий – служба в горячих точках. Уверен, вы и дальше будете соблюдать свой кодекс чести, безупречно выполняя свои обязанности и вносить вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан. Служба в органах внутренних дел никогда не была простой. Не каждому по плечу такая физическая и психологическая нагрузка. Но это оправдано. Мирные граждане могут быть спокойны. Порядок и безопасность под контролем. Тамара Илюхина, Антон Войцеховский, Телемикс. Никто не забыт. Уборка аллеи памяти ветеранов, которые погибли в Чечне и Афганистане, прошла на городском кладбище. Так все желающие отдали дань воинам-героям. Акция также была приурочена к столетию со дня окончания Первой мировой войны. Подробности в нашем следующем сюжете. Прибывшие на городское кладбище уже готовы к уборке. Вооружившись метлами и граблями, все желающие уссурийцы пришли навести порядок на аллее памяти ветеранов. Прибыли сюда почтить память полиции наших ветеранов в локальных войнах в Афганистане, Чеченской республике. В честь павших активисты читали стихи и поминали добрым словом тех, кого знали лично. После подробного разъяснения всех распределили по группам. Некоторым в подобных акциях участвовать не впервой. Так список своих дел пополнил отряд юнормейцев 131-й школы. Мы убираем могилки, чтобы почтить их память. Они воевали для того, чтобы мы жили сейчас в мире. Цель акции – привлечь внимание молодежи к истории не только всей страны, но и Приморского края. Ведь павшие воины родились здесь, в Уссурийске. Помнят и гордятся этим ребята из Суворовского училища. В этот день они тоже вложили свою лепту в общее дело. Нам с Суворовцем не все равно, в каком обществе мы будем жить завтра. И поэтому с Суворовцем разных курсов мы объединились в добровольческий отряд «Добрыня». Ухаживая за воинскими захоронениями, мы хотим сказать, что никто не забыт и ничто не забыто. Патриотизм и память о подвигах в России стараются прививать с малых лет. Именно поэтому к уборке подключились воспитанники детского сада номер 45. Эти ребята под руководством родителей и воспитателей помогали делу в меру своих сил. Патриотизм начинается с малолетства. То есть прививать детям надо патриотизм с младшего возраста. То есть гражданственность и патриотизм у нас на первом месте. И мы уже, как говорится, не первый год участвуем. В уборке аллеи памяти ветеранов, погибших в Чечне и Афганистане, приняли участие волонтерские коллективы школ, отряды юнормейцев, солдаты 80-й бригады, воспитанники колледжей. И это далеко не весь список желающих. Благодаря совместным усилиям захоронения героев теперь приведены в порядок к зиме. Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Смерть от угарного газа. Двое погибли, двое в тяжелом состоянии. Пожар в частном доме. Пострадали сразу две семьи. День хип-хопа любители речитатива вспомнили об уличной культуре. Только в ноябре. Ко дню народного единства акция. От строительно-производственной компании главмонтаж объединения. Пять трехкомнатных квартир по 57 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности узнавайте в офисе продаж улица Выгонная 2 и по телефону 26-93-65. У нас традиция. Мы с друзьями каждый Новый год ходим в Харбин. Хочешь принять тур с Ипполитом или украсниночку? А может ты хочешь бриллиантовую руку? Тогда тебе точно к нам. Кафе-бар Харбин. Телефон 33-25-75. Михайловское шоссе 1П. И тебя вылечит, и меня вылечит. Здравствуйте, и вновь с вами я. Вы уже покупаете с хорошей выгодой, используя дискотную карту компании «Идеал». Покупайте больше, покупайте выгоднее. Теперь и на сайте s-market.info. Заходите, регистрируйте свою карту и выбирайте. Сантехника, напольные покрытия, строительные смеси и краски, электрику, инструменты, двери и окна. Да все, что угодно. Дискотная карта «Идеал» выгодна во всем. Наступили холода, время готовиться к зиме. Утеплители, снегоуборочная техника, конвекторные обогреватели и все самое необходимое. Теперь и в кредит. Обстрой ДВ. Подробности по телефону 21-31-65. Нет времени болеть? Покупай препараты при первых признаках простуды. Весь ноябрь действуют специальные цены в монастырев РФ. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Медицинский центр диагностической лаборатории «Авиценоплюс» объявляет акцию «Здоровое воскресенье». Только по воскресеньям на все виды лабораторных исследований действует скидка 20%. Швейное предприятие «Алиса» объявляет ликвидацию товара. Только две недели с 10 по 25 ноября одежда со скидкой 80%. Успей купить! Швейное предприятие «Алиса», переулок Пушкина-2. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс-новости». Продолжаем. Впереди сводка происшествий. Чем жил город на минувшей неделе? Сколько человек травмировано на дорогах? Как вели себя пешеходы? И есть ли пострадавших в пожарах? Все подробности у Ольги Муравьевой. Спокойнее обычного прошла неделя на дорогах у Суриска. Зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий. Два человека пострадали. Под колесами автомобиля оказались двое несовершеннолетних. Первый наезд на 12-летнего мальчика совершил таксист. Водитель автомобиля двигался по Фрунзе на довольно приличной скорости. При возникновении опасности не успел затормозить. Под колесами оказался ребенок. Пострадавший направлен в стационар с сотрясением головного мозга и множественными ушибами. Несколькими днями позже снова под колесами ребенок. На этот раз дождливая погода сыграла злую шутку с водителем. Мужчина не успел вовремя затормозить. Юноша переходил улицу Краснознаменную по зебре. Но до тротуара так и не добрался. Пострадавший госпитализирован с переломом левого плеча. Часто в нашей сводке виновниками аварии становятся таксисты. А вот водители общественного транспорта реже. Так на Владивостокском шоссе рулевой пассажирского автобуса не уступил встречному авто и столкнулся с таксистом. В результате пострадал пассажир Приуса. И еще одна авария на неделе с маршрутным автобусом. Водитель Хэндая выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Ниссаном. В этой аварии тоже один пострадавший. Водителя легковушки, сотрясения головного мозга и ушибы. Сразу два пострадавших в ночном ДТП на Новонекольском шоссе. Водитель Крауна на полной скорости въехал в Приус. После скрылся с места происшествия. Для сотрудников полиции это верный знак, что рулевой был в состоянии алкогольного опьянения. В этом столкновении пострадали водитель и пассажир Приуса, рулевой в стационаре с переломами. У второго травмированного сотрясения головного мозга. На минувшей неделе не обошлось без жертв в пожарах. Большинство выездов, огнеборцев, мелкие возгорания. Для локализации которых не требовались повышенные силы и спецтехника. А вот пожарный Васик Опятя наделал шума. В огне погибла пожилая женщина. Соседям повезло, на момент пожара их не было дома. Предположительно огонь начался из-за непотушенной сигареты. Полицейские уссурийска на неделе регистрировали кражи, разбой и нападения. Одно преступление раскрыто по горячим следам. Задержан угонщик автомобиля. 29-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. За его плечами уже имелась судимость. Больная жизнь преступника на этом закончится. Ведутся разбирательства. Фальшивки снова в обороте. В городе участились случаи сбыта пятитысячных купюр. Сотрудники полиции просят проявлять особую внимательность при расчетах. Серии наиболее часто встречающихся подделок на экране. Два человека погибли в минувшие выходные в Уссурийске. В одном из частных домов по Пролетарской люди отравились угарным газом. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили в Следственном комитете Приморского края, причина происшествия – генератор отопления, а именно неправильное его использование. Труба от устройства была направлена не на улицу, а внутрь дома. Поэтому в ночь на воскресенье, 11 ноября, люди надышались угарным газом. Как отметила старший помощник руководителя Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская, один молодой человек погиб сразу. Девушка скончалась в больнице. Двое молодых мужчин живы и уже пришли в себя. Семья Авакимян приобрела жилье два месяца назад и уже придется восстанавливать покупку. В соседней квартире частного дома произошел пожар, последствия которого сказались на всех жителях здания. Пострадала крыша, да и в квартире кругом вода и копоть. Пока Надежда с мужем и детьми будут жить у родственника. Главное – спастись успели. Чего, к сожалению, не удалось соседке, на чьей территории возник очаг возгорания. Жар начался где-то около девяти вечера. Прибежали соседи, кричали, что горит дом, горит крыша. Выбежали, взяли документы, выбежали на улицу, смотрим, крыша и веранда полыхала. Детей, телевизор, что успели взять, документы, все вынесли на улицу. У других соседей сгорела не только крыша, но и вся веранда. Квартира в саже от огня и в воде от тушения. Да и кровля теперь не уберегает от осадков. Крючковым повезло, что во время пожара дома не находились. Иначе выбраться из квартиры было бы затруднительно, так как пламя охватило выход. По приезду семью ждала не очень приятная картина. И мне позвонили соседи и сказали, что у меня горит дом. Мы собрались и быстренько сюда приехали. И что увидели? Увидели, пожарные стоят, тушат все, тут дым коромыслом, все такое. У вас что пострадало? Пострадала веранда, сгорела полностью. И сгорела крыша. Пострадавшие подали запрос в службу МЧС для подтверждения факта пожара. Дали обращение в ЖКХ для выдачи заключения по результатам проверки системы отопления, водоснабжения и электропитания. После сбора необходимых документов предстоит идти в администрацию или страховую компанию, чтобы написать заявление на компенсацию или новое жилье. Ну а пока длится весь этот процесс, уссурицы могут финансово помочь двум семьям, чье имущество пострадало от пожара. Реквизиты указаны на экране. Илья Аманатов, Роман Адонин, Телемикс. К другим темам. При начислении пенсии учитывается стаж работы человека. Причем гражданская и военные пенсии рассчитываются по-разному. Как будет начислена выплата, если в трудовой деятельности присутствуют годы службы по контракту, ответ смотрите в рубрике «Телеконсультант». Я служила в армии по контракту 4 года, а потом ушла на гражданскую работу. Подскажите, как будут учитываться годы службы при начислении пенсии в старости? И нужно ли подавать сведения в пенсионный фонд или нет? Периоды военной и другой приравненной к ней службы относятся к иным периодам. За них страховые взносы обязательные пенсионные страхования не начисляются и не уплачиваются. В связи с этим сведения о военной службе в период ее прохождения в территориальные органы пенсионного фонда не предоставляются и, соответственно, отсутствуют в индивидуальном лицевом счете. Вместе с тем, в страховой стаж засчитываются периоды прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, если к периодам службы предшествовали или за ними следовали периоды работы или иной деятельности. И эти периоды службы не учтены при назначении пенсии за выслугу лет по линии силовых ведомств. Сведения о военной службе, как об иных периодах, могут быть внесены в индивидуальный лицевой счет после ее окончания, если они не учтены при назначении пенсии по линии силового ведомства. При этом основанием для дополнения индивидуального лицевого счета является справка установленного образца о продолжительности периодов службы и об отсутствии права на пенсию за выслугу лет или на пенсию по инвалидности, финансируемые из государственного бюджета, который выдается по месту прохождения службы. Узнать о своих сформированных пенсионных правах, которые отражены на вашем индивидуальном лицевом счете, можно с помощью личного кабинета гражданина на сайте пенсионного фонда или через единый портал государственных или муниципальных услуг, а также в территориальном органе пенсионного фонда. Сведения, указанные в индивидуальном лицевом счете, сформированы на основе данных, переданных в пенсионный фонд вашими работодателями и вами. Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме и хотите внести в индивидуальный лицевой счет недостающие сведения, вам необходимо обратиться в Пенсионный фонд России с подтверждающими документами. По вопросу порядка уточнения сведений индивидуального лицевого счета вы можете обратиться для консультации в клиентскую службу управления либо по телефону 3151-10. 12 ноября хип-хопу исполнилось 44 года. Представители движения есть и в нашем городе. Уссурицы не оставили дату без внимания и творчески отметили ее на улицах, где и зародились брейк-данс, граффити и речитатив. О культуре расскажет Илья Аманатов. Международный день хип-хопа отмечают 12 ноября с 1974 года. Уссурийцы Марк Твен и Стрит Титчер тоже решили отпраздновать события, но не посиделками и застольем, а традиционной творческой сходкой. Да и местом для тусовки стали не первые попавшиеся гаражи, а объект граффити и искусства. Некоторым изображениям тут более 15 лет. Уличные рисунки – одна из ветвей целой культуры, родилась которая десятилетиями ранее. «Придумал слово хип-хоп. Это Африка Бомбата. Он по сей день существует, живет в Америке. И он состоит в организации, которую он создал. Называется она Zulu Nation, Zulu Natsa. То есть Zulu Natsa относятся люди, которые живут хип-хоп-культурой». Африка Бомбата и определил основные ветви хип-хопа – речитатив, брейк-данс, граффити и диджейинг. Началось все с обычных вечеринок в бедных кварталах Нью-Йорка в начале 70-х. Спустя десятилетия движение дошло и до СССР. Сейчас о культуре знает почти каждый. Рэп занимает основные позиции музыкальной индустрии. Ежегодно проходят международные чемпионаты по танцам ломаного стиля. Изображения уличного стрит-арта украшают фасады зданий разных уголков планеты. Да и вечеринку сложно представить без диджея. Украшения серых стен или вандализм, валяние на полу или спортивный танец, вульгарный речитатив или музыка. Хип-хоп пережил немало изменений, что в итоге привело к полноценному пласту в мире творчества. Культура имеет место быть и в нашем городе. Автомобиль в подарок. Акцию для своих клиентов проводит компания «Вятские меха. Белка». При покупке норковой шубы уссурийцы могут рассчитывать на ценный приз. Стать участником розыгрыша можно до 14 ноября. Выставка продолжится в молодежном центре «Горизонт». Шубы перестали обильно украшать стразами и брошами. Деталь возможная, но дизайнеры умерили свой пыл и стали сдержаннее в их использовании. Зато в моду прочно входит поперечный крой. Полоски меха могут быть как широкими, так и узкими. Тонкими меховыми полосками модельеры искусно прорисовывают узоры на спинке или рукавах изделий. Еще одна модная фишка – крой-елочка. Серые, бежевые, голубые и глубокие синие оттенки потеснили темно-коричневую классику. Но основная тенденция будущего сезона, за которую борются производители – это доступность шубок для всех женщин. Отсюда снижение цен на изделия из отечественного меха, а также лояльная расчетная политика. Для наших покупателей существует рассрочка до двух лет на выгодных условиях без переплаты первого взноса, а также наличный и безналичный расчет. Большой выбор норковых, мутоновых, каракулевых шуб. Для тех, кому не терпится приобрести обновку – выгодные условия рассрочки. Кроме того, все покупатели становятся участниками большого розыгрыша автомобиля «Фольксваген Поло». На этом пока все. Сюжеты вы сможете увидеть также на нашем сайте телемикс.тв и в профиле сети Instagram. В студии работала Екатерина Рехтина. До встречи на нашем канале.